Привет, Дэйв! Рад приветствовать тебя на Комиконе России. Жалко, что ты не приехал к нам вживую, так сказать, но приятно, что ты позвонил нам хотя бы. Очень хочу задать тебе кучу вопросов. Да, спасибо большое, что пригласили. Как долго ты выбирал тему для дебюта в полной метре? И почему это стал именно хоррор? Если сказать правду, то я не собирался режиссировать этот фильм. Но после того, как я написал сценарий, я понял, что я знаю этих персонажей, эту историю лучше всех. У меня была очень четкая идея того, что я хотел сделать. И я просто знал, что я смогу сделать это лучше, чем кто-либо другой. Именно если говорить про эту историю. А если говорить про хоррор-фильмы, то с точки зрения зрителя, то нет ничего больше, что я люблю сильнее, чем экстремальные эмоции, которые позволяют режиссерам привнести свой стиль, свою эстетику и идти на какой-то риск и сделать этот фильм уникальным. Ты раньше не слишком часто снимался в хоррорах. Интересно, смотришь ли ты их сам? И какой у тебя любимый хоррор? Да, я очень люблю ужастики. Меня очень вдохновляли классические фильмы, например, «Хэллоуин», «Ребенок Роузмари», «Сияние». И если говорить о новых фильмах, «Наследие», «Спокойной ночи, мамочка», «Баба Дук». Как ты считаешь, что вообще самое важное для хорошего хоррора? В чем секрет? Для меня я люблю разные фильмы ужасов, но те, на которые я реагирую, мне кажется, это те, у которых есть время для того, чтобы создавать атмосферу страха, чтобы ты узнавал персонажей, чтобы когда люди начали умирать, тебе было не все равно, что умирают эти персонажи. Поэтому я думаю, от таких режиссеров, как Кори Астер и Джереми Сонье, которые создают фильмы, в которых главным является человеческая история персонажей, в которых много нюансов в отношениях. И именно эти фильмы меня вдохновляют. Ты же, в принципе, имеешь отношение к хоррорам, так или иначе. Но хотелось бы спросить, ты звезда? Когда-нибудь снимал жилье на Airbnb? Может, у твоих знакомых были какие-то курьезные ситуации, связанные с арендой жилья? Да. Я много раз сам заселялся в Airbnb, и вся эта история была вдохновлена моей паранойей, тем, что мы сейчас делимся домами. Я думал о том, как, особенно в США, никто не доверяет друг другу сейчас, но мы просто останавливаемся в доме незнакомства, потому что есть пара хороших отзывов онлайн, и мне хотелось исследовать этот подход, почему мы входим в эту ситуацию, несмотря на то, что мы можем оказаться в опасности. Но однажды... Когда я снимал этот фильм, кстати, я как раз снимал Airbnb, и до этого моя паранойя была уже довольно сильной, а теперь, когда я снял этот фильм, просто она достигла каких-то невероятных высот. Я даже не думаю, есть ли здесь камеры, и я просто думаю о том, уже камеры есть, найду я их или нет, вот в чем вопрос. Вообще интересно, как такой звезде, как ты, снимать квартиры в целом. Это, наверное, сложно, тебя постоянно узнают. Да, ну, я об этом не думаю, об этом слишком много. Когда я куда-то уезжаю, мои друзья помогают мне, чтобы не мое имя мелькало. Но теперь эта мысль в моей голове. Я об этом буду думать каждый раз, когда буду снимать Airbnb. Спасибо. Где проходили съемки фильма? Там очень красивые пейзажи. Ты сам выбирал локации? Да. Основное, то, что мы искали, чтобы был красивый дом прямо на краю обрыва. И мы искали-искали на западном побережье США, и мы нашли идеальный дом в южном Орегоне, прямо на побережье. И он был просто идеален, потому что именно натуральная красота, которая притягивает людей поехать туда на отдых. Но при этом было что-то в этой локации немного опасное, потому что есть линия берега, и там часто бывают туманы, например. Как ты отбирал актеров? Приходилось ли с кем-то из них работать ранее? И как кого тебе работать с членами своей семьи? Да, конечно, я могу описать каждого актера. Например, Шейла Вант. Я знал ее из фильма «Девушка идет домой одна». Шейла была идеальна для этой роли в моем фильме, потому что у нее есть очень выраженная внутренняя сила, при этом она может быть очень уязвимой, она может сыграть правильную эмоцию. Если говорить о Джереми Аллен Уайт, у него почти такие же способности, потому что я представлял себе Джоша как человека, у которого внутри есть очень много злости, но при этом он романтичен, он очень деликатный, мягкий, уязвимый. И Дэн Стивенс, конечно же, я очень люблю его работу в жанровых фильмах, например, «Гость» или сериала «Легион», и мне кажется, у Дэмона есть уникальная способность играть злодеев. У него он играет злодеев не так, как другие актеры, потому что Дэн действительно погружается в эту роль, и ты хочешь за него болеть, даже когда его персонаж принимает какие-то неприятные решения. И если говорить об Элисен Бри, моей жене, она обладает уникальной способностью находить баланс между тяжелой драмой и моментами чего-то легкого юмора. И было просто невероятно смотреть ее, как она соединяет в одной сцене эти разные эмоции. И мне очень понравилось работать с ней на этом фильме. Я бы не смог сделать этот фильм без нее. Она потрясающая актриса, и она сделала мою работу очень простой. Но к тому же было здорово иметь близкого человека рядом, потому что это был мой дебют как режиссер, и я сомневался иногда в себе, а она всегда была рядом поддержать меня и напомнить мне, что мы делаем хороший фильм, чтобы я не сильно давил на себя. Хотелось бы сказать, что важное значение в фильме играет мобильный телефон, который в руках незнакомца превратился в настоящее опасное оружие. Как ты считаешь, вообще телефон — это угроза? Ты берешь какую-то паузу от мобильных телефонов, может быть, от соцсетей периодически? Да, я не могу сказать, что гаджеты — это опасность, но для меня лично у меня нет никаких аккаунтов в социальных сетях. Я постараюсь это избегать, потому что это немного пугает меня, потому что очень много негатива на всех социальных платформах, и я не хочу приглашать это в свою жизнь. Но, конечно, это то, о чем я думаю. Я включил это в свой фильм, потому что это как раз мысль, которая проигрывается в моей голове довольно часто. Сегодня с нашими смартфонами мы каждый день можем узнать, сколько времени мы проводим, именно используя смартфон. И я просто понимаю, что мое время стало больше и больше и больше, и я понял, нужно останавливаться, и я пытался больше ограничивать свое время в смартфоне и быть в моменте. Спасибо большое, Дэйв. А теперь стандартный блог, наш любимый. Это вопросы от твоих фанатов в России, которых очень много. И самый первый вопрос, он простой, но в то же время любимый, так сказать. Кто круче, Джейсон Вурхис или Фредди Крюгер? Я все-таки, наверное, выберу Фредди Крюгера, потому что у меня больше, наверное, ностальгия по темам фильмов. И один из моих друзей живет в том доме, в котором они снимали оригинальный фильм про Фредди Крюгера. И он говорит, что люди до сих пор, 30 лет спустя, все еще приходят и фотографируют этот дом. Каким супергероем ты хотел бы стать? Или, может быть, это будет суперзлодей? Я хочу быть в реальной жизни или кого персонажа я бы уплатил на экране? На самом деле, скорее всего, это все-таки нереальная жизнь. Вопрос, скорее всего, про того, кого ты хочешь уплатить на экране. Я думаю, я пытаюсь подумать, кого еще пока не воплощали на экране. Я помню, пару лет назад люди говорили, может быть, будут фильмы с Найтвингом. Наверное, это будет мой ответ, да. Из тебя, кстати, получится отличный Найтвинг. Это видно сразу, причем я об этом подумал еще до того, как мы готовились к этому интервью, на самом деле. Отлично, значит, я попал в роль. Как проходила твоя самоизоляция? Освоил что-то новое для себя? Конечно, были какие-то минусы и плюсы, но у нас уютный, хороший дом, и моя жена и я, мы нравимся друг другу, мы любим проводить время друг с другом. Мне кажется, главное, что я понял, что я не умею готовить, а моя жена просто супергерой, потому что она готовит все наши блюда, и я нуждаюсь в ней, конечно, больше, потому что она нуждается во мне гораздо меньше. Спасибо, Дэйв. Думаешь ли ты уже на какой-то следующей работе? Это будет какой-то актерский, режиссерский, может быть, продюсерский проект? Да, я с моей женой, мы написали сценарий к новому фильму, я пока не могу говорить о нем пока, но это очень другой жанр, отличается от этого фильма, это романтическая комедия, где я буду режиссером, а Алисон будет главной героиней. Раз уж мы заговорили про супергероев, и ты сказал, что ты выбираешь Найтвинга, а если вдруг тебе звонит кто-то из Марвел, например, и говорит, Дэйв, такое дело, ты должен сыграть суперзлодея, выбирай любого, кто это будет? Сложный вопрос, суперзлодей. Так, ты сразу предположил, что я буду Найтвингом, а может быть, ты мне и подберешь роль суперзлодея тогда? Ты слишком хороший, чтобы записывать тебя в злодея, знаешь ли. Очень сложно. Хороший ответ. Ладно, я думаю, ребята додумают сами, если ты не можешь вспомнить. Если вы смотрите эфир, напишите, пожалуйста, в чате, каким злодеем был бы Дэйв Франк. Это будет самый лучший ответ, в принципе, на этот вопрос, на самом деле. Вопрос от поклонников, поэтому я зачитаю вот так, как он мне пришел. Дорогой Дэйв, мы тебя очень любим. В России надеемся на то, что ты к нам приедешь в следующем году на Комик-кон. Обожаем все части иллюзии обмана, с нетерпением ждем новую, с радостью посмотрим, кто не спрятался. Скажи, знаешь ли это какую-то русскую еду и что ты знаешь о России вообще? Знаете, я наполовину русский, но я должен сказать, что мне стыдно, я не знаю много о кухне или традициях, и мне нужно узнать о них, я должен приехать в Россию. Это отличное напоминание мне о том, что мне нужно приехать в Россию. Мне кажется, последний русский ресторан, в котором я был, я помню пельмени, потому что в русской кухне они готовятся каким-то особенным способом, они были очень вкусные. Тебе нужно созвониться с Милой Йович, она научит тебя паре русских сказок. Она профессионал в этом, мы с ней разговаривали. Абсолютно. Ознакомлю ли ты с Томми Вайсо? Какие у вас с ним отношения? Я бы сказал, что я знакомый с Томми Вайсо. Мы знакомы друг с другом с Томми. Конечно, мы узнали друг друга, когда мы делали наш фильм «Дизастер артист». И он очень милый парень. Конечно, он вначале немного волновался, как мы будем показывать его на экране в этом фильме. И, конечно же, когда кто-то снимает фильм про твою жизнь, это немного страшно. Мне кажется, он думал, что мы будем делать какую-то комедию, где мы будем смеяться над ним и над его фильмом «Комната». Но мы любим этот фильм, и мы по-другому подошли к этому материалу, потому что мы хотели рассказать очень честную историю. Мы увидели его человечность и поняли, через что он проходил, когда делал этот фильм. И в итоге, когда ты думаешь о теме этого фильма, он просто был мечтателем, он просто любил кино, и он просто пытался сделать что-то, что вызывало в нем сильные эмоции. Он не хотел принимать «нет» как ответ. И я абсолютно понимаю, потому что я тоже испытываю это чувство как творец. Спасибо большое. Какой из твоих героев максимально подходит тебе душевно, так сказать. Были ли такие герои в своей жизни, которых ты играл на экране? Можно сказать, это Дэйв, вот это я прям. Я не знаю, похож ли я на кого-то в моем фильме, но, наверное, ближе всего к Джошу, персонаж, который играл Джереми Алан Уайт. И я только говорю это, потому что правда заключается в том, что я должен был играть именно эту роль. Это было до того, как я решил быть режиссером на этом проекте. А уже потом, когда я решил быть режиссером, мне показалось, что я должен был сконцентрироваться на этих обязанностях. Мне кажется, я похож на этого персонажа, потому что он младший брат, и он очень чувствительный в своих романтических отношениях. Но, конечно, у меня нет такой злости внутри, как у этого персонажа. А если говорить про других персонажей, которых я играл, если первый, кто приходит в голову, это в фильме «Горе творец». Я играл наивного, молодого актера, и я абсолютно понимал, через все трудности, через которые проходил мой персонаж, он просто любил фильмы, он так хотел быть частью киноиндустрии, любым способом. И ты слышишь «нет, нет, нет» постоянно, и это, конечно, деморализует. И нужно понимать, что это просто часть процесса, и не принимать это близко к сердцу. Конечно, я тоже проходил это, когда я был тоже начинающим актером. Это отличный фильм, хотел сказать, что у нас тут много поклонников Томми. И тебя, конечно же, ты сам понимаешь. Мы просто так бы здесь не собрались сегодня. И такой вопрос. На твоем счету очень много короткометражек, разных в стиле Йосо Хат. Ты там выступаешь в роли сценариста, актера, и ребята спрашивают, как тебе вообще в голову такие идеи приходят смешные? Хороший вопрос. Мне кажется, когда я что-либо пишу, или когда я думаю принять участие в каком-то проекте, главный критерий, который у меня есть, я просто хочу сделать что-то новое, что люди еще не видели. Я просто хочу посмотреть на этот проект с другой стороны и сделать что-то уникальное, потому что так много контента создается, ремейки, сиквелы и мало оригинального контента, это то, о чем я думаю. И иногда, как вы сказали, эти проекты могут быть глупыми, странными, но, по крайней мере, вы смотрите его и думаете, я такого никогда не видел. Еще один вопрос от поклонников. Когда ты снимался в «Иллюзии обмана», действительно ли пришлось изучать все эти карточные фокусы, или это была компьютерная графика? Чему ты вообще научился после этого фильма? Интересно. Я очень много узнал различных карточных фокусов. Я научился очень профессионально управлять моими руками и как кидать карты. И я научился этому до того, что я могу просто разрезать банан, скинув карту. И я никогда не использую этот навык. Но, может быть, в третьем фильме я снова буду использовать тому, чему я научился. Но это было так здорово, когда я в своей квартире в Лондоне просто кидал наборы карт постоянно до той точки, что моя рука начинала болеть. Я уже переставал ее чувствовать. Это было уникальное и очень веселый период, потому что обычно у меня не было такого опыта. Какая самая большая иллюзия была в твоей жизни? Такой вот вопрос пришел от поклонника. Сложный вопрос. Я бы сказал, первое, что приходит мне в голову, это... Я интроверт. Я довольно стеснительный. Я рос довольно зажатым и стеснительным ребенком. Я никогда не думал о том, что я стану актером. я совершенно не хотел этим заниматься и не думал об этом. Но затем моя первая работа, я работал в маленьком видеомагазине, я просто стал смотреть все классические фильмы, я влюбился в кино. Но я понял, я хочу быть частью этого бизнеса в любом виде. Очень похоже на моего персонажа в фильме «Горе творец». И так получилось, что я стал актером, но я бы мог быть любым другим, потому что, когда я приехал в Лос-Анджелес, и я начинал играть какие-то роли, я был очень... Я очень волновался, и я понял, что если я буду этим заниматься, мне нужно изменить свое отношение к этому, потому что мне нужно легче к этому относиться, получать удовольствие и просто позволил себе совершать ошибки. И мне кажется, тогда я и стал лучшим актером. Ты сказал, что ты работал в видеопрокате в детстве, и у меня, как у любого, наверное, человека, которому больше 30 лет, всегда возникает такая тема вечерком посмотреть какой-нибудь фильм старый из детства, так сказать. Может быть, ты что-нибудь посоветуешь, твой любимый фильм из, например, с 90-х готов или раньше? Что-нибудь такое прям проверенное? Мне кажется, что фильмы, которые меня сформировали, это «Останься». я люблю фильмы, в которых отличные дети-актеры, потому что в них что-то наивное и чистое, и это один из лучших фильмов именно с этой составляющей. И когда я работал в этом видеомагазине, я смотрел «Бойцовский клуб», «Быть Джоном Малкевичем», и я смотрел эти два фильма, и я думал, «Вот это да». Ты можешь сделать все, что хочешь, ты можешь экспериментировать и делать странные вещи, пробовать. И эти фильмы сформировали мое отношение к тому, что сейчас я пытаюсь сделать то, что люди раньше не видели, потому что «Быть Джоном Малкевичем» это один из самых странных фильмов, которые я когда-либо видел, но он такой уникальный и сделан отлично. Раз уж мы находимся на Комик-коне, всех вокруг беспокоят супергерои, как бы все, что с ними связано, расскажи, ты вообще следишь за киновселенами Марвел и DC? Какая тебе киновселенная нравится больше? И может быть, ты выделишь какой-то любимый фильм, если следишь за тем, что там происходит у них все эти «Войны бесконечности», «Лиги справедливости»? Да. Извините, моя кошка тоже хочет. Это Отис, знакомьтесь. Очень красивая кошка. Да, он очень красивый кот. Вы знаете, я не часто смотрю все супергеройские фильмы, но те, которые больше всего мне понравились за последнее время, это Кристофер Нолан, его «Бэтмен», «Железный человек», «Дэдпул», «Дэдпул» был очень смешным. Это те фильмы, когда я думаю про фильмы типа «Дэдпул» и «Новый Тор», они просто делают совершенно другое от того, что делалось до этого в супергеройском кино, и мне было очень классно смотреть эти фильмы. Еще одна тематика, которая нас, конечно же, волнует, потому что все играют в видеоигры, по крайней мере, у нас тут все играют в видеоигры. Как ты относишься к видеоиграм? Есть ли у тебя любимые видеоигры? Где ты играешь? Может быть, это компьютер или какой-нибудь PlayStation или Xbox? Я раньше играл в виде игры, особенно, когда я был ребенком, но теперь я уже не играю. Мне кажется, моя жена просто разведется со мной, если я буду постоянно играть в видеоигры. Но те, которые мне нравились, когда я был подростком, Mario Kart классические игры, и я пытаюсь подумать о тех, которые я играл недавно. Может быть, гитар, хиру, рак-бэнд. Те игры, в которые ты можешь играть с группой друзей, это те, которыми я наслаждался. Ну, как бы, наше интервью, к сожалению, подходит к концу, так или иначе, поэтому хотелось бы, во-первых, чтобы ты сказал что-нибудь для российских поклонников, которые смотрят прямо сейчас этот эфир. Они точно хотели бы услышать эти пару теплых слов, а также напутствие о том, что они увидят в кино, когда пойдут на твой фильм. Я просто хочу сказать всем в России, я благодарен за то, что вы следите за моей карьерой, и до сих пор это кажется нереальным, что есть кто-то за пределами США, кто знает, кто я, и это очень много значит для меня, и то, что я сейчас здесь, на Комик-Коне, для меня это особенный момент, и я очень ценю то, что вы даете моему фильму шанс, потому что это довольно маленький инди-фильм, и нам нужна помощь с моим фильмом, кто не спрятался. Я надеюсь, что из него вы вынесете то, что да, мы пытаемся напугать вас, но мы особенно серьезно относимся к отношению между персонажами, и кажется, что это драматическое отношение между персонажами, выстроенными правильно, а не просто стандартная страшилка, и я надеюсь, что вам понравится мой фильм. Спасибо большое. Хотелось бы еще спросить, ты сказал про то, что вы в принципе хотели бы напугать зрителя. Как ты считаешь, в этом фильме что самое страшное в нем? Есть какой-то момент, который прям беспрецедентный, знаешь, как это бывает обычно? Без спойлеров, без спойлеров, конечно. Да, конечно же, без спойлеров. Мне очень притянула эта идея, потому что для меня нет ничего более страшного, чем когда я смотрю на что-то, наблюдаю за чем-то, и я думаю, о, это могло бы произойти со мной в реальной жизни, и это то, что меня пугает, потому что эта ситуация может случиться в реальной жизни. Я надеюсь, что не произойдет, но это то, что пугает меня. Это не что-то сверхъестественное, но это то, что пугает меня. Спасибо тебе большое, Дэйв, за интервью. Мы тебя очень ждем в России. Приезжай обязательно. Твоя толпа поклонников, которые смотрят эфир, будет очень рада тебя видеть. Пока, увидимся. Я очень хочу приехать к вам. Уже давно пора. Спасибо. Спасибо всем пока.